Благодатная ночь. Именно так называют ее тысячи верующих, собравшихся на Монастырской площади. 17 июля – дата, которая никогда не сотрется со страниц учебников и навсегда останется в истории нашей страны. Николай II и его семья приняли мученическую смерть ради своего народа. Это такой торжественно внутренне трогательный момент, когда мы все переживаем и вспоминаем, что произошло сто лет назад. И вот этим крестным ходом, молитвенным ходом, мы будем возвращаться в те исторические сюжеты, в те исторические моменты, когда это произошла трагедия. На праздничное мероприятие приехал митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. Он и возглавил крестный ход. Ровно в 11 ночи верующие с хоругвами и песнопениями начали шествие от Свято-Успенского монастыря к новому храму, построенному в честь царской семьи. Несколько сотен сыровчан, пенсионеры и дети, паломники и простые горожане, учителя, строители – первые лица города. Все они прошли по улицам нового района, держа в руках свечи и лампадки и размышляя о трагедии тех лет. Для каждого из них этот крестный ход и освящение храма имеют особое значение. По большому счету царская семья, с точки зрения православия, христианства, совершила тот же путь, что Иисус Христос и причисленные к лику святых, они будут почитаться со временем все больше и больше. Поэтому сегодня очень важные события, как для города, так и для всего православного мира, наверное, в целом. Это наша история. Историю надо помнить. Люди, которые помнят историю, они всегда имеют будущее. Это наш город, как вы все знают, и не только мы разрабатываем оружие, но и духовный центр России. Поэтому смотрите, сколько сегодня людей. Все воодушевленные, все идем на освящение храма. Первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье императора, появился в Сарове не случайно. Именно Николай II настаивал на канонизации преподобного Серафима Саровского и причислении его к лику святых. Поэтому то, что именно в эту ночь прошло освящение храма царственных страстотерпцев, стало для саровчан знаковым событием. Большой праздник для нас, для нашего города. Такое торжественное событие для нашего города, мне кажется. Поэтому не смогли остаться равнодушными и пришли. Вообще освящение храма – это всегда праздник, а такого в Сарове. Поэтому все. Сели на машину, приехали из Нижнего. Царь прославил нашего батюшка Серафима. Это уже немаловажное значение имеет. После правящий архиерей провел чин освящения, на котором присутствовали и благотворители храма. Несмотря на то, что стрелки на часах давно показывали заполнычь, площадь перед храмом была заполнена сотнями верующих, которые после освящения совершили крестный ход вокруг храма. Во многих городах крестные ходы в ночь с 16 на 17 июля уже давно стали доброй традицией, которая, возможно, появится и в нашем городе. Это может быть хорошей, доброй традицией. Потому что царь и император Николай активно участвовал в прославлении батюшки Серафима. И связь монастыря и нашего царственного храма – это невидимая духовная нить, которая должна видимым образом притворяться видимыми такими крестными ходами. Сразу после крестного хода владыка провел первую литургию. Богослужения продолжались до 4 часов утра. Также в эту ночь благотворителям храма вручили благодарственные письма и наградили орденами преподобного Серафима Саровского и медалями святого благоверного князя Георгия Всеволодовича.